Итак, есть на экране моя презентация, очень хорошо. И то, что я уже вам говорила, вот такого рода лечения мы назначаем. Местное лечение, хирургическое, радиотерапевтическое, лучевая терапия, химиоперфузия, а затем системное лечение, химиотерапия, иммунотерапия. И мы не можем сказать, что это очень хорошо, а это очень плохо. Надо только в комбинации получаем лучшие результаты. А обоснование химиоперфузии можно достичь более высокой концентрации лекарственного препарата в пораженном болезни опухоли органа. Кроме того, менее приемлемая токсичность, переносимость токсичности системной, потому что не нужно увеличивать дозу во всем организме. И, по сути, да, другие, мы не подводите препарат такой концентрации к здоровым органам. Итак, методика, техника. Я уже говорила, у нас лёгкие печень и конечности. Региональная перфузия, например, мочевой пузырь внутри брюшной полости, внутри плевральной. Так, это вот литературная такая, изолированная перфузия лёгких. Это выглядит, это очень трудно выполнимо. И осложнения достаточно часто встречаются. У этих пациентов надо входить в лёгочную вену, в лёгочную артерию для того, чтобы выполнять перфузию. И имеются вот данные. Вы можете видеть это в 2008 году. Вот это ничего более свежего я не нашла. Исследование изолированной лёгочной перфузии. И у вас вот время перфузии достигает где-то одного часа, плюс-минус. И при различной температуре. Потому что обычно химиоперфузия, но она связана с гипотермией. Потому что гипотермия повышает токсичность химиотерапии. И так вы можете видеть вот серии таких исследований. Но я имею в виду очень небольшая выборка, поэтому опыт ещё не столь богат. Теперь, что гораздо лучше известно, это изолированная перфузия печени. И вы можете здесь видеть некоторые микросферы, которые вводятся в печень. Но после этого хирургическая реакция не выполняется. А я сама хирург, поэтому меня это очень волнует. Да, можно ли выполнять операцию или нет. Вот катетер вводит в вену. А потом микросферы. Через него попадает вот эта ситуация радиоэмболизация. Или в печени образуется некроз. И чем выше вот эта доза, лучевая нагрузка на печень, тем, собственно, меняется результат. И я думаю, это не то, что бы хорошо известно. Вот катетер вводится в артерию гепатика с выполнением перфузии печени, инфузия печёночной артерии. По сути дела, это большое впечатление производит при метастазах меланомы, особенно увиальное, если меланом, или прогрессирование метастазов печени на фоне физио, на фоне химиотерапии или среди пациентов, не ответивших на лечение. Итак, исследование многоцентровое. Вы можете видеть критерии исследования неоперабельной метастазы печени, колоректальный рак без непечёночных проявлений, только метастазы в печени. И лечение получали пациенты химиотерапией внутриартериальной, иринотекан, оксалеплатин, 5-флорфторурацил, цитоксимаб и внутривенно, вот последние два в течение двух недель. Это было многодисциплинарное решение, касающееся резекции метастазов печени. После каждого курса пересматривали возможность оперативного вмешательства по поводу метастазов печени. И как вы можете здесь видеть, это я уже упоминала, у нас 64 у них были пациента. Что здесь можно ещё видеть? ответившие на лечение, респондеры. И вот некоторые даже, да, потом, которых потом прооперировали. И, конечно, после операции были гораздо лучшие исходы. Очень интересная статья для чтения. Итак, статья по поводу лечения неоперабельных метастазов в печени, метастазов колоректального рака. Итак, меланома, опять же, с метастазами в печени, ну, это исход уж вообще. Прогнозис пессима. Ну, это данные нашего стационара. Данные предложили коллеги. 31 пациент с меланомой. Меланома хориидальная и кожная. То есть, офтальмологическая меланома и кожная. Каприи были направлены на лечение к нам. В среднем это интервал от 2 до 63 месяцев. 30-дневная смертность – 10%. Инвалидизация – 13%. Итак, химиотерапия внутриартериальная и премиланомия у этих пациентов, опять же, ответившие на лечение респондера. Треть – их выживаемость в течение 32 месяцев при метастазах меланомы. Результаты неплохие, на мой взгляд. И вы можете также видеть, что результаты действительно неплохие по метастазам меланомы. Но мы пытались получить лучшие результаты. И, соответственно, гипертермическую перфузию проводили органы, в частности, печени. То есть, ну, надо было отключить печень от крова. То, как кровоснабжение ввести, химиотерапию в печень. Ну, это уже аппаратура использовалась. И так, химиотерапия не попадала в системный кровоток. И также здесь можете видеть. Но это все сложно. В любом случае, данный контингент пациентов достигал лучших результатов, отвечали на лечение даже лучше, чем при артериальной перфузе, особенно при увеальной меланомы с метастазами в печень. И эти результаты интересны, если вы увидите, опять же, если имеете респондеров в такой ситуации. Итак, это я нашла в литературе. Изображение перфузии органов малого таза. Тут идут через нижние конечности, блокируют системный кровоток. Для того, чтобы насытить малый таз химиотерапевтическими агентами, но статья первого года, то есть говорит о том, что не так, чтобы часто выполняется эта процедура по лечности. В коней на конечностях у нас тоже результаты есть. Достаточно часто выполняется изолированная перфузия конечностей. По поводу меланомы, саркомы, особенно по поводу меланомы. Итак, нижние конечности. Здесь артерии вены ноги. Выполняется пункция. Вводится катетер. И затем нужно только очень осторожно создавать высокое давление в ноге, чтобы не дать выйти химиотерапевтическим агентам из местного системы. Чтобы не было выхода химиотерапевтического агента из сосудов конечностей в системный кровоток. Потому что технецы инъецируются. И мы собственно это маркер. То есть его можно найти где угодно. Измеряется уровень технец в верхней части туловища. То мы знаем, что утечка произошла. Если утечка обнаружена, то процедуру прекращают. А если изолированная перфузия ноги, то мы продолжаем. Если нет, то прекращаем. Понятно. Без утечки можно продолжать. Технец является индикатором. Итак, использование препаратов для перфузии конечности. мелфолан, цисплатин и другие препараты. Но это очень важные для изолированной перфузии конечности. И это при нормотермии, при гипертермии. И достаточно неплохой уровень ответа на лечение. Системная химиотерапия. Худшее впечатление. это меланома. Вот прогрессирующая. И после изолированной перфузии конечности вы видите, что опухоль становится некротической. 14 дней после начала этой перфузии две недели. вы можете видеть улучшение в результате вашего лечения даже в стационаре еще. Теперь у нас есть данные вот до перфузии. Вот опухоль микро циркуляция присутствует в опухоли. а после перфузии исчезают эти сосуды. И поэтому у нас вы видите результаты лечения. Еще вариант меланомы. Тоже перфузия с ТНФ и мелфоланом. опухоль буквально на глазах исчезает. И вот очень хорошие результаты пациента. По крайней мере ампутацию избежали, конечно сохранили. Осложнение изолированной перфузии конечности, летальность 1%. Другие ну ничего на немецком. Извините. Летальность или морбидность? Ампутации 1%. Тромбозы ну не у многих пациентов. Так или иначе если у нас мы выходим в полную ремиссию то вот это безрецидивное выживание неплохо. я это пропущу у нас нет интерплевральное вот продемонстрирую кое-что мезотелиома вокруг легкого но это перпоритальная плевра висцеральный листок плевра и что нам нужно делать удалить плевру пораженной опухолью и выполнить перфузию грудной полностью в течение одного часа химиотерапевтическим агентом и нагреванием до 41-42 градусов естественно с осторожностью потому что легкие там 3-5 литров которые создают давление на сердце поэтому нужно осторожно медленно вводить эту жидкость но эта процедура такая непростая здесь мезотелиома до операции очень важно удалить рубцовую ткань и затем мы вводим катетеры для выполнения интроплевральной химиотерапии при мезотелиома плевральной мезотелиома и мы в такой хит-хок и так смертность высокая 11% основные осложнения морбидность 25% технические осложнения 4% почечная токсичность 9% вот это вот резекция плевральной мезотелиома и дополнительная перфузия то есть резекция и перфузия лучше помогают выживанию пациента и так вот эти пациенты с которыми мы работаем соответственно нужно выбирать тщательно выбирать пациентов на этот вид лечения вам необходимо знать о первичной опухоли о том насколько она операбельна можно ли выполнить резекцию надо узнать гистопатологию выяснить а вообще пациент может перенести хирургическое вмешательство а это я тут такой слайд сделала важно если у вас есть время но во первых надо отделение радиологии иметь чтобы визуализацию провести с чего удалять это интероперационные варианты это препарат и надо быть опытным хирургом иметь возможность проводить вмешательство потом нужно иметь человека который понимает в перфузиологии то есть если потерял больной анестезиолог должен быть тоже хороший восполнять потери жидкости надо коллег искать для того чтобы обсуждать эту процедуру надо химиотерапию найти чтобы у вас еще персонал не отравился патолог должен быть патонатом который поставит правильный диагноз очень хороший орит отделение интенсивной терапии реанимации вероятно в будущем у нас будут компьютеры которые будут еще выхаживать наших пациентов посмотрим поживем увидим ну это нам необходимо работать над этим вместе а это вот схема лечения метастазов брюшную полость в перитонеум ну особенно при большей обременности заболевания это индекс состояния пациента если пациент в тяжелом состоянии парацинтез выполняется просто эвакуация идет асцита если пациент по баллам лучше выглядит тогда у нас палеотимное лечение возможно или лечить лечим интроперитониальной химиотерапией каталоксомабом обычно если локализованная ситуация тоже с метастазами перитониальными при раке яичников псевдомет то обычно вот такой хиппиак используем в нашей ситуации лечение должно быть закончено это что значит иногда мы удаляем опухоль выполняем резекцию толстого кишечника или иногда аменоктомия инфрагастральная проводится гастроктомия спленоктомия это варианты операции резекция хвоста поджелудочной железы холецистоктомия это случай что тут можно видеть это рак червеобразного отростка ну вот это вот сальник а это тут печень просматривается это поперечная ободочная кишка здесь можно это уже тонкий кишечник с пораженными участками надо удаление выполнять 14 часов вообще такая операция не покупайте билеты в театр на вечер когда вы планируете такую операцию такой процедуры требует времени и это диафрагма справа все это удаляет такая очень обширная операция опять тонкие петли кишечника удаляются это вид малого таза вы удаляете прямую кишку это экстра перитениальная резекция это висцеральная брыжейка опять экстра перитениальное удаление из малого таза и вот после такой процедуры мы гипертермическую интерперитениальную химиотерапию хипек мы вводим хим и так нагреватель источник нагреватель стоит снаружи жидкость жидкость вводится до температуры 40-42 градуса и затем вот этот хайпек в течение часа выполняет вы можете себе представить что конечно эту технику надо изучать опять же это хирург мы все вместе учимся и вот это наше кривое познание 120 пациентов на хирурга уже приходится если вы обогащаете себя знаниями и стараетесь связи наладить с экспертными центрами специализированными ЛПУ то соответственно этот процесс облегчается это литер думаю это очень важное и отражено в литературе и так данные процедуры данные процедуры выполняются в мире и в литературе в гугле можно найти рандомизированные исследования сейчас проводятся в разных странах и так выводы химиоперфузии в некоторых случаях достаточно много обещающих вот по поводу печени по поводу легких я не уверена по поводу малого таза опять не уверена ну вот полости вот плевральные полости брюшной полости низкая токсичность высокий уровень ответа на лечение и время выживания длительность выживания повышается и нам необходимо подбирать пациентов в данном случае это для хирургического лечения хирургам предоставляется шанс спасти избранный контингент пациентов потому что лучшие результаты достигаются пациенту с метастазами но мы иногда не знаем на какова примененность в таком случае шансы есть большое спасибо у кого будут вопросы очень интересный интересная презентация спасибо у меня два вопроса вот в тех клиниках где нет возможности произвести перфузию можно ли произвести или как вы думаете эффективно ли просто внутриплевральная инсталляция химиопрепаратов извините пожалуйста она почему-то не слышит нет мальчики ну помогите же там у нее что-то с этим приемником там надо этот теперь есть слышно я говорю презентация очень интересная спасибо вот химиоперфузия не во всех клиниках производится потому что нет возможности технические и другие экономические возможности нет а вот просто инсталляция химиопрепаратов флевральной полости при мезотелиом и плевре это эффект дает или нет почему я этот вопрос поднял недавно в Минске проходил съезд стран СНГ я спрашивал у одного уважаемого профессора он считает что при мезотелиом и плевре инсталляция химиопрепаратов неэффективна спасибо я думаю что только инъекция или инсталляция нет неэффективна мы согласны с мнением профессора я думаю что комбинация вот хирургического лечения и перфузии результаты дает лучше мы конечно не знаем по разному это сокращение хайпэк хайток но это важный фактор хирургическое вмешательство и инфузия у нас рандомизированные исследования проводились несколько пациентов с раком желудка несколько пациентов с колоректальным раком которые продемонстрировали что дополнительная перфузия пускай это хайпэк или что-то другое давали дополнительные эффекты обеспечивали дополнительную эффективность и это лучше чем просто выполнять ну может быть даже перфузия без гипертермии тоже хуже чем вместе с гипертермией литература демонстрирует что комбинация гипертермия химиотерапия и продолжительность от 60 до 90 минут перфузии это оптимально из того что мы можем сегодня сделать дополнение к почти что полной радикальной резекции опухоли только просто хайпэк без резекции тоже не столь эффективно поэтому нет никакого воздействия на общую выживаемость но если вы это делаете вместе почти радикальное лечение и перфузия тогда лучше это правомощно для плевральной мезотелем значит там химиотерапия одним инъекцией одной инсталляции ничего не добьетесь мы это знаем уже лучше тогда плевродез лучше выполнить нет это абсолютно нет не помогает вам нужно удалить по возможности вот эта обремененность опухоли но в таких случаях ни один хирург не сказал о я все клетки удалил опухоли но при дополнительной химиотерапии действительно наши пациенты лучше себя чувствуют еще один вопрос вот катетеризация региональных то есть собственных артерий органов для меня допустим труднее чем дренировать грудной лимфатический проток как вы считаете эндолимфатический химиотерапия ваше мнение хочу узнать может даст эффект спасибо не знаю новый подход интересно пунктировать лимфатическую систему это нелегко выполнимо но но вероятно имеет право на существование вероятно но чего вы вы не достигаете лимфатических узлов которые уже поражены опухолевым процессом потому что в других ситуациях лимфатический лимфоток идет ну он уже изменен в связи с поражением лимфузлов лимфатический сосуд он уже попадет в лимфатический узел который поражен болезнью то есть тут как-то я не уверена но положительные лимфузлы вы достигнете и дальше все застрянет правильно перфузии то не получится дойдете до участка поражения я извиняюсь я почему этот вопрос поднял у меня много были противников по поводу дренирования грудного лимфатического протока наша клиника занимается до сих пор уже в течение 10-15 лет мы дренируем грудной лимфатический проток на шее полностью перевязываем у места впадения потом вставляем катетер и введем химиопрепараты ретроградно но мы получили хорошие результаты при раке молочной железы при запущенных стадиях при местно распространенных отечной и фильтративной форме язвенной форме при раке поджелудочной железы при метастазах в печени хорошие результаты получили поэтому хотел ваше мнение узнать спасибо я думаю это может быть интересно с точки зрения профилактики например дозорные лимфоузлы вот такая философия если у вас есть если у вас никакой стадии нет что ли то есть вы не знаете у вас там поражены лимфоузлы N0 я так понимаю при раке молочной железы то можно в данном случае исследовать вот эти вот дозорные узлы ну почему нет в таком случае если вы уже знаете однако что метастазы есть лимфоузлы вот эта мысль то тогда вы просто их нет в данном случае я бы не зарекомендовала если в качестве профилактики для дозорных узлов конечно а если вы точно знаете я не могу дать точный ответ скажите пожалуйста большое спасибо за доклад очень интересный меня просто интересует вопрос такого характера финансирование вот этого лечения идет из государственных структур или из коммерческих спасибо ну хайпэк страховые компания оплачивают для пациентов нет это нормальный пакет страховой компания по поводу колоректального рака рака молочной железы и так страховая медицина платит но страховая компания компенсирует лпу за лечение пациенты не платят у нас в россии это входит высокотехнологическую помощь и тоже оплачивается государством у меня один вопрос вот вы показали красивые некрасивые термины не подходят интересные картинки рак аппендикса какие результаты лечения у этих больных эти пациенты которые я продемонстрировала жили по 8 лет и я думаю что эти вот такое очень хорошие были результаты при такой локализации так или иначе метастазы в кости наблюдались в бедренные но тем не менее грыжа была еще была и мы оперировали снова этого пациента но очень небольшая была обремененность опухолевым тканью и хайпек проводили химиотерапию 8 лет прожил многие не верят в эту методику но опыт показывает что при раке аппендикса хайпек дает очень очень хорошие результаты казалось бы у таких больных вот вы мы видели картинку что это больной казалось бы абсолютно не курабельный а вот именно у этих больных получаются вот такие вот результаты у многих у кого еще есть вопросы институт онкологии имени Петрова достаточно давно и довольно глубоко также занимается этой проблемой жалко что вы не смогли прочитать статьи на русском языке эти статьи в частности касаются и химиоперфузии легких и тогда вы привели другие результаты опыт института онкологии имени Петрова на порядок выше чем опыт приведенный вами там за сотни больных и опыт института показывает что эта методика достаточно эффективна я хотел бы поблагодарить вас за прекрасный доклад спасибо к сожалению у нас третий докладчик не смог приехать по уважительной причине поэтому сессия наша заканчивается еще раз хотел бы поблагодарить наших докладчиков членов европейской ассоциации хирургической онкологии Бьютерао и Даниэля Переса за прекрасные очень интересные доклады и я надеюсь что это наша совместная работа с европейской ассоциацией хирургической онкологии на этом не закончится мы дальше будем поддерживать тесные контакты и мы надеемся что члены европейской ассоциации будут принимать еще более тесное участие в нашем конгрессе белые ночи спасибо вам спасибо всем участникам